все приехали на плот мы и здесь у нас будут бунгало и отели кто выбрал отеля кто бунгало на воде мы выбрали бунгало на воде после плота нас всех расселит окна до будет ли у нее переспросить мне почему посвозь что на один номер сказал нам на всех красивая территория господи ты куда так побежал здесь у нас будет dinner breakfast ухты там бассейн даже вон есть и филипп но нам никогда в нем наверно будет купаться а поздно сегодня же уже приедем или нет вечером то можно на будет не покупаться а ну вот филипп покупаешь стри как тут круто да стри как круто тут держись за меня держись ты поплывешь нет в этом в жилете то филипп поплывешь с мамой с артемом или со мной на плоту поплывешь мыслили будем на плоту да ты сможешь приплыть по реке по квай по реке квай вот по этой реке поплыть надо будет это большое очень расстояние плыть надо вот туда вы поплывете за нами да мне кажется нет это я просто взяла кофту думаю вдруг холодно будет чтоб накинуть так уж красиво закат еще нет закат наверно уже не увидим он шоу но очень красиво и потрясающе нужно сейчас будет быстро спрыгнуть и там есть вон оранжевые темные маленькие я вот вот маленький о как раз на филиппа ну-ка отодвинь сели такой радостный мне как-то он испугается обшоркались от людей филипп ну че тебе нормально? он не выпадет когда прыгнет ты из него так ты один нас плывешь мы че-то не решили не плыть с камерой с камерой ой я не могу ой как поплывки все и течение повезло давайте ну че-то я это я боюсь филиппа а он наоборот хочет плыть у нас сейчас он подумает постоит слушайте ничего не течет да ну все их и туда по течению у вас опа осторожно как она опасно спрыгнула тетенька подальше от этого у вас в речи два два пока пока давайте пока там встретимся пока пока ну девчонки остальные и все хотят ну Люська у нас болеет два дня говорю болеешь ухо вон болит у нее ужасно надо же а как неудачно вообще мне кажется у нее даже температура была кофточку на личку может оденешь не холодно в общем поехала и на слонах кататься и купаться и ничего это у нее не получилось из-за этого уха иди сюда садись ко мне сейчас мы будем их там смотреть где они там плывут у нас красота нас снимает скрытая камера да на фоне гор так красиво вообще потрясающе ага все шикарно только закат уже не видно да нам все красиво очень очень красиво а ты чего не вылавливать будем все сейчас будем ловить какая-то тут камера этот катер едет непонятный им нужно плыть на нас так цепляемся оп 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 цепляемся ух ты за перила и вон туда клещем а что так тоже нормально нормально зацепилась да да ничего себе сложно говорят было лена вот сюда вот подплывайте вот сюда ребята ближе 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 держи его держи его лена держи его зацепляться надо вот за эту зацепляйтесь цепляйся ух 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 что с вами туда двигаемся ух 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 Я так берила цепляки. А где Артём-то? Стой, 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 стой. Я сейчас и бегу. А Артём-то где? Я здесь. А Артём-то против течения? Где? А, ты точно. А он против течения? Где по течению он против? Прикольно это сопротивление, я говорю классно. Филиппа не было, это только клапана. Видишь, когда я, по сути, течения снимаю? Да. Кажется, что вроде... Да. Да. Вот посмотри, как оно вообще. Так что-то мало пыли. Ладно. Ну да. Запор очень берите, запорить. Цепляйтесь. Запор очень хватайте. А кто ещё тут? А кто ещё тут? И туда... И туда... Вон к вам было, вон к вам. Старина. Вон, по подождите, мы была бы вам одета. Одного его пока. Вон к вам. Вон к вам. Тут, ну, вообще так, всё классно. А можно с Филиппой, чтобы с этим постирать? Да, постирай. Ага. А вот так вот. Выходишь. Тут классно вообще так. Мммм... Пожалка, что так уже это... Потемнело быстро. Да. Всё равно классно. С вечерочком посидим тут. Такие вот стульчики на воду смотришь. Сидишь, как она. Так. Что-то забыла показать. Вон там тут кушаем. Также всё очень красиво и прилично. Шведский стол. Всё есть. Всем всё хватило. Там бассейн этот. Не показала. Прямо светится очень красиво. Всё, пойдём отдыхать без ног, без рук. Вот он бассейн. Очень насыщенный был день. Очень. Можно было жить вот так в домиках. Это мы в бунгало живём. Вот такие. Многие, кстати, их выбрали. Но мы на воде стали жить. Нам нравится. У нас завтрак и расцветает. Очень красиво. Мы наверху тут. Набирание. Расцветает. Ну слушай, это около 7 часов утра, да? Только расцветает. На улице расцветает. Расцветает. Ну всё, видишь, появляется. А мы из отеля выходили какая-то. Вот тут мы завтракаем. И вот тут. Ужинали. Ужинали. Вообще, кстати, всё тогда в отелях. Всё там, да? Вот такой вроде на полу стоит. На этом. Но вообще всё. Это кондиционер. Даже кондиционер и телевизор. Всё есть. Да. И шампунь. И для тела. Этот. И вода. Ну вообще, конечно. Такие постели, да? Шикарные. Тут жёсткие, правда. Но, тем не менее, всё равно широкие. Ну да. Угу. Я думала, что без кондиционера. Вообще. И для этих от комаров там какие-то, видимо, приспособления стоят. Потому что они комаров. Угу. Какие-то красные такие. Лучи идут. И, видимо, убивают их. Защитник. Угу. У меня бы два-три в таком отеле пожить. Да. Просто вот. Угу. Угу. Да. Потому что мы не насладились этим вот видом. Приехали темно. Сейчас темно уже. Сидеть на рыбалке. Да. Да. Поговорка у нас такая есть. С утра выпил весь день. Хорошо? Нет. Не слава. Весь день хорошо. Тут недавно проходила информация. Ну как недавно. Около года назад. Королева Елизавета. В Великобритании выпивает 4 алкогольных напитков. В день к РВ3. Она пьёт до полудня. Да. Я себе согласна. Весь день на веселе гораздо интереснее. Нежели чем пьян. Ну что я положил. С чего лучше. Ну то есть вот это. Вот и мы этим займёмся. А потом подегустируем тайские чаи из буры различные. И китайские чаи тоже кстати дадут. Подегустируем. Ну если в пуэре разбираетесь вообще в чае. Подойдите я вам там пуэр там понюхать. Всё. Всем сразу да непонятно. Вот их вопрос никогда не такие. Не возникает просто у него специфический аромат. Ну кто разбирает. А есть у меня в чае кто у меня этот чай. Чаи любители какие-нибудь есть. Ну у него такой достойный. Не совсем симпромный. У него очень специфический. Покормите яванских длиннокостов макак. Ну и собственно сможете. Часам вечера будем в Каттайе. Однако опять же обещать ещё раз ничего не могу. У Бангкок пробки загазованы всё на свете. Мы уже вчера с вами эти нюансы обсуждали. Планы на день. У нас примерно такие вопросы какие-то по планам есть. Или всё более-менее понятно. Всё в голове примерно уложилось. Дальше. Что касается следующей нашей остановки. Слоновые деревни. То в живой природе различают две разновидности слонов основных. Это либо азиатские или чаще. Сочетание религии и климата даёт такой интересный результат. На верную дорогу вывернули. Прекрасно. И что касается афариканских слонов. У них к сожалению абсолютно отсутствует способность к обучаемости. Зато достаточно высок уровень агрессии. Азиатские они сами по себе особо поменьше. 4-6 я уже упоминала о том. Но при этом интеллект на уровне 4-5-летнего ребёнка. И они практически не агрессивны. И вот первое где использовали слонов изначально из покон века. Это были битвы. Это были захватнические какие-то. Помните битву при Айтае я упоминала вчера в частности слонов. То есть многие думают что в сельском хозяйстве. Нет они отличные помощники в сельском хозяйстве. Конечно же вдруг пугался. Слонники достаточно миролюбивые животные. Потому что полудолго ещё и обучать. И приучать. И пытаться хотя бы приучить. К тому чтобы они пошли и топтали людей. То есть у них простите в живой природе. По тайски точнее. Мы его переводим в Бонгламунг. Там что за сутки 2 тысячи вместо 105. Разбежают очень многие. Чтобы всем всего хватило. И мы нигде не задели. Красивые да. Так набрали бананов. Покажи сколько. Это 50 бат. Да 100 рублей на русские деньги. 3 доллара. Ой 3 доллара. 2 доллара меньше даже. Полтора. А ты одна едешь? Если я одна поеду я буду счастлива. Ну если меня не посадят. Опа он успевает видишь. Да. Дай потрогаю. Вот следующий тут попрошайничает. Давай. Боится он. Подойди ближе. Вот Нелли видишь. Никто не боится. У него зубов там нет. Ничего нет. Какой прикольный вообще. Садитесь. Садитесь. Давайте пристегнуться. Ну все отлично. Давайте едьте за нами. Встретимся. Встретимся. Так вот. Что то он уезжает. А вы еще не сели. Специально. Едем по специальной тропе. Вот по такой. Не очень приятно. Так скажем. Как на лошади. Как на лошади. Вот я с третьего раза более-менее расслабилась. Когда на лошади едешь так же. Во-первых не знаю что ожидать. побежит там. О господи. Не с этого. Не скатиться бы. Какие-то джунгли пошли. Непроходимые. Это у них бамбуковые рощи. Ничего себе. Спасибо. Так говорит. Ой какой молодец. Надо же. Эти ведь все без бивней. Некоторые слоны с бивнями. А некоторые без. Сейчас посмотрите какие. Огромные. Просто огромные. То ли это старые. Слоны. То ли порода. Такая на индийских. Похожа. Они обрезанные. Да. Это еще бы больше у него были. Ой. Понравилось? Тебя ловить хорошо. Ты боишься. 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 Садится на зал. Да вы что. Первый раз такой вижу. Телефон дай ему. Вот это да. Да. Смотри кокос. Ух ты. Он вот так еще хоботом. Смотрите чистит. Слезит. Обалдеть. Я никогда не слышала такого. Надо же. Ну надо же. Кокос. Бросит банан. Банан. Ага. Еще и банан. 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 Не понравился кокос? Кокос не понравился. Нет. Ест. Он и конкос и банан ест. Конкос. Слова. Ну-ка сфоткай. Слова. Я сижу жду своих. Они уехали самые последние. И вот до сих пор нету. Вся группа уже ушла. А я вот приехала. Хотела их снимать. Специально села на первого свона. Чтобы мне можно было их сзади снимать. И так я их и не дождалась. Мы уже сделали весь маршрут. И я вот обратно приехала. И сейчас. Надо идти строить как своны будут купаться. Возможно мы не успеем. В общем я не люблю на свонах купаться. Кататься. Сразу же говорю. Это такая скукота на них ездить вообще. Ну и детям интересно. А для взрослых нет. Мне гораздо интереснее смотреть как они кушают. Вон кокос показали что они едят. Я не знала этого. Красота тут конечно. Тишина. Красота. Река Квай. Вообще им предоставили слонаты или нет. Так долго уже. Их все нету. Прошло уже 30 минут. И вот я сижу. Знаете хуже нету вот этой неизвестности. Уже гид два раза прибежал. Куда-то звонит. Что-то вздыхает. Бегает. И знаете начинаешь гонять сидеть. Что что-то случилось. Слон взбесился. Скинул их с себя. Потому что вся группа ждет. А их еще и нету. И где они я не знаю. Уже очень долго. Это мы на следу. О господи. Нарисовались. Слава богу. Слава богу. Едут. Ручками машут. Я уже тут не знаю. Что только не передумала. Неизвестность хуже всего. Ну ладно. Сейчас хоть эти сотовые телефоны есть. Что они созваниваются между собой. Наверное мы все купание просмотрели со слонами. Вообще все. Ну ладно. У них тоже с бивнями какой-то красивый. Ух ты. Какой у них слон красавец. Ничего вы. Так долго вы. Вообще. Да. А я тут уже думала слон с вами что-то сделал. Ну правда ведь это. Все ждут уже. Гид вздыхает. Бегает. Ух ты. Ух ты. Ой. Тут даже я не получила. На. Попробуй дай звону денежку. Он отдаст хозяинку. Вот такая. Ох. Он не съест? Не, не, не. Съел? Не. Не съел? 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 Вон наши деньги валяются. Он говорит 100 бат ему надо. Мы тоже дали 20 он говорит не следить. Это желающие или работницы? Мужика, видишь? Ох, хорошо. Не шевелиться, он ему говорит. Мужика, видишь? Мужика, видишь, у него нет. Еее, спасибо! Мужика, видишь? И что эти бунгау? Так, я здесь свою футболочку проверяю Майкл Курс Вообще Очень классно Смотрится красиво Так, идем на знаменитую железную дорогу Вот так вот мне я вообще к этому равнодушна Но для того, чтобы вникнуть в ситуацию Нужно знать историю Вот эту дорогу И мост Погибло 100 тысяч человек, да? Да, 80 90 тайцев 90 азиатов и 20 тысяч человек Ну, в общем, это вообще на людских жизнях построено Это в 40-е годы строили Во время войны И эта дорога нужна была Как Как спасение Она, к сожалению, присуществовала очень Немного Ее разбомбили американцы И вот Часть оставили И там мост вот этот Вот прям называют Мост смерти Дорога смерти Ее построили, в общем-то Она всем мало пользы принесла Там можно спуститься с той стороны? А, ну пошли, давай Тогда Пройдем Забралась Дорога смерти Так, мне помогите, пожалуйста Да Почему? Почему? Вот эти Ты же с левой справа Ниже Этот Пошлите мост Посмотрим Он вообще Меня поразил Смотрите Какой мужчина играет У меня мелочи нету К сожалению Видите, даже он знает Английский язык Вот эти Ты представляешь? Да Ушка-то да По сравнению с тем Что сейчас строят Но Так представляешь Две чашки рис Неля, что сказали-то? Как их кормили? Они работали Один день По 18 часов Я слышала, да? И как их кормили? Им давали Два стакана воды И две чашки рис Представляете? В день Да, и даже Когда люди умирали уже Жалко было им пулю Пустить Чтобы, ну, человек не мучился Вот как обесценена была Человеческая жизнь Это ужасно Бамбуки опять здесь Так костром пахнет А, вон, видишь, сжигает? Посмотри Как прибираются Вон, видишь, сжигает? А, да, было вас пока Вы сказали, что вы 40 минут Все прибирают Как красиво реки тут Так же шумят Ой, прямо, ну Знаете, рай Обожаю Азию Обожаю А, так мы ведь здесь, Лена По-моему, тогда были Да? Как это нет? Вот там вы фоткались Он был для посетителей А сейчас он, видишь, видимо Это Ты что, мы здесь купались? Да? Да Фотографии-то есть Вот там вот Я прям помню Вот ваша фотография была С Нелли с маленькой А, точно Я его так не удержала Да, да, да Точно, точно Мы в купальниках были Все Да, нифига Сейчас все благородили Посмотри, как все переделали А это, можно я зайду? Вообще Да, давай, конечно Нелли Филипп, пойдешь? Нелли, ладно, постой тут Куда пойду? Не, не, не надо Куда пойду? Да я бы так спросила Посмотреть вот тут Надо же, а? Все меняется как Здорово он туда Он спадает опять Точно, я вот тут туда забиралась Да И мы тут лазили Я и думала, мы на этот фонтан приедем А мы приехали Водопад А мы приехали вообще И лесенок тут не было Мы вот так вот забирались Все, видишь, такое грязное Уже тут не действует Видимо, для купания-то И все это уходит вот туда Вот туда По таким, знаете, камни как Отшлифовались вот От воды Видите, какие они гладкие Как земля такая Зачерствелая Видимо, здесь опасно лазить И поэтому Закрыли его Потому что, конечно, со стороны Смотришь, как люди ползают По этих камням Так даже страшно Ну что, упасть? Головой стукнуться Ведь они и скользкие бывают И сванец падет И, конечно, я думаю, что Очень большой процент тут Повреждений Поэтому страховки делайте Обязательно Вот мы сейчас С ушами Знакомые у нас тоже Приезжали две недели назад И также накупались В уши вода попала В госпиталь ездили Антибиотики им выписали И вот сейчас Гид говорила, что Очень-очень дорого Если вы попадете Без страховки Суммы сумасшедшие Как в Америке называла Одни сутки Пребывания в госпитале Поэтому Не пожалейте Те же 50 долларов Я уже говорила Я заплатила 20 долларов За страховку В России сделала Что-то они какие-то Козы там Делают Неля болеет Ей вообще два дня Не до чего Вот так лучше Вот так лучше Филипп, ты нормально? Все, да? Ну ладно Давай мне руку Я тебя буду держать На всякий случай Не скользят эти-то? Не скользят Ну ладно Я тоже хочу Все, Филипп Сфоткаю Давай я тебя сфоткаю Ну я тебя мама сфоткает Можно я тоже Давай я сфоткаю Раз, два, три Ну, в общем Мы опять ничего Не успели посмотреть Потому что У нас 15 минут Осталось И в итоге Так красиво Листья, да? Лежат Посмотрите Их убирают Но это очень красиво И мы опять Ничего не успели Нам осталось 15 минут И мы не посмотрели Ни мост этот Смерти Ни чипсы Ни вино Которое она нам Рассказывала Здесь изготавливают Полная ерунда Похоже на нашу Брашку Из Яблочек Которые собрал Дедушка В своем саду Чуть-чуть Подпортившиеся Все это Можно попробовать Но на все это Нужно время Красота Неимоверная Все хочется Посмотреть Я опять Как в первый раз Я каждый раз В аэропорт Один и тот же Приезжаю В любой стране Где я была Сто раз Я там Я там Как будто бы Ничего не видела Как первый раз Везде хожу И конечно Очень много Она рассказывает Информации Я потом Что вспомню Скажу Вот они Эти чипсы Она говорила Так В пальво Масли Но она сказала Но не Сказать Что сильно Такое уж Не полезно У тебя есть Канди 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 Спайси Банана Это со спайси Это очень острое Какая ерунда Ужас Что Тебе не нравится Нет Что серьезно Серьезно Смотрите Смотрите Покажу Что тут только нет Это картофель Что ли Из-за потетос Сахаром Давайте Вот из-за Банана А Тут все Банана Вене А вот из-за Они сладкие Маке Так Почитать Невозможно У них Название Ходит в блюд Когда вы В ресторан Приходите Чуть ли Никакой повар Дел Какой состав Продуктов Там Я не знаю Чуть ли не до грамм Все расписано И поэтому Они часто Очень на меню Делают Картинки Блюд Это очень удобно Потому что В Америке Вообще Очень редко Фотографии Со спайси Хорошие Бананы Остатки нет Ну на мой вкус Я имею ввиду Витцапы Попробовать Ой Нелечка Прости Видимо Сегодня Очень рано Мы Вообще Я просто Балдею Самый Плюс Большой То что Нету Толпы Вот этих Автобусов Когда протолкнуться Никуда Не можешь Мы ходим Просто кайфуем Я еще хотела Сказать Что Ваниль Из чего Делается Мне так удобно Вот этого делают Картинки Из вот Отца Цветка Из чего Ваниль Делают Она говорила Из орхидеи Представляете Я не знала Оказывается Ваниль Делается Из определенного Сорта Цветов Орхидеи Их Перемалывают Высушивают Там при какой-то Температуре И Это получается Ваниль Что такие Они за Фашистые Цветы Господи Думала Ты ревешь Ты смеешься Как мне понравилось Там с листвой Красиво Конечно А Ты не против Что ли Потом Лене С Артемом Вам очень понравился Рисовый путинг В Камподже А с чем он был Просто Сладкий Рисовый Пудинг Прямо с рисами Незерными А было как Желиеобразное Ааа Два вида Да Потом им Очень понравилось Кокосовое Мороженое Так же И вот здесь Вот в Тайванде Мы не видели Этих мороженок Оно Нежирное Да Было Потом Экскурсовод Точно так же Рассказывала Нам Что Почему здесь Грязно Та же ситуация Что в Индии Люди просто Не приучены Так же Не приучены К порядку Потому что Это все То что они Выбрасывали Шкурки бананов Обедки Яблоко Это все Шло На удобрение Всегда было Разлагаемое В связи Вот с этой цивилизацией Вот с этими пакетами Они так же Не могут Обратно Своё сознание Поменять Что это нужно Все Да Перестроиться Что это нужно Все убирать Это уже Не удобрение Не развагается И поэтому Опять же На это на все Нужны Годы Чтобы человека Приучить К порядку Но гораздо Лучше Говорят Уже Это становится Хотя бы Они там Что-то за собой Убирают Смотрите Кучи какие Нажаренных Этих бананов Вон они Их как жарят Это в пальмовом Масле А у нас Говорят Пальмовое Масло Оно Вредное А здесь Все на нем Жарят И еще Интересно Рассказала Что рождаются Дети У тайцев Киво 800 Киво Там 900 И Попробуй Нашего И положи Нашего И положи Нашего Ой Это Декоративное Что-то Ребенка Наш там 3600 Наши дети Конечно Это просто Гиганты Ох Какая жарища От этого Все Это что Такое Сори Что это Это Фиш Я даже Не пойму Что это Такое На червей Ты Это Вот Похоже Это Орехи А Ну да Это Рыба Это Рыба Какая Или Змеи Непонятно Они Видите Ничего Да Это Рыбное Все Они Вообще Очень Плохо Знают Вернее Не знают Английский Как нам Сказал Экскурсовод Можете Забыть Его На границе Потому Что Ну Они Не знают Очень Плохо Лучше Выучить Тайский Какие-то Определенные Словарь Здесь Словарь И это Больше Поможет Фу Вот Это Что за Дрянь 130 Бат Знаете Покупать Неприятно Конечно Вот Лучше Словарем Приехать И вас Поймут Гораздо Лучше Так Вот Это Хлебное Дерево По-моему По-моему Если Не Ошибаюсь И Вот Также В Индии Едят Вместо Хлеба Потому Потому Что Там Людям Некоторым Это Яблоки Что Ли Хлеб Просто Недоступен Но Индия Вообще Очень Бедная Страна Кто Там Был Они Знают Что Жуть Как Они Там Живут В Делле Может Быть И Неплохо Самой Индии Очень Бедно Сколько Всего Необычного Это Что То Вообще Непонятно Мягкое Как Жевательное Знаете 70-50 Бат Ну Вот Тоже Нам Сказал Экскурсовод Что Они Здесь Чтобы Уничтожить Всех Вот Этих Тараканчиков Всяких Насекомых Дезинфицировать Они Представляете Дихлофосом Это все Попробовать Что Ли Ладно Попробую О Вот Из-под Низа Возьму И они Дихлофосом Все Промывают Ну Что Они Продают Какая Разница Турист Пришел Два Дня Тут Был Допустим В этой Провинции Уехал И Больше Никогда Его Не Увидишь Подумаешь Дихлофос Съел Супы Варят Поэтому Сказали Что Лучше В мешках В этих Ничего Не Покупать Это Все Превратится В Кашу И У 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 Съ Голова Мне Показалось Начало Болеть И Я Достала Ее Она Вся Сырая Хотя В герметичной Упаковке Обычной Пластиковой Закупорено И Все Она От Важности Вот От Этого Всего Размякла Так Это Что За Подозрительного Цвета Это Какие-то Ракушки Жареные Выпечка Странного Производства Это Вообще Даже Не пойму Что Как Глисты В общем Это Конечно Надо Обладать Совершенной Небрезгливостью А вот Вина Что ли Это Фруктовые Это У них Или Сиропы В общем Знаете Бегу До автобуса Вот пока Бегу До автобуса Есть 5 минут Смотрю И Вам Говорю Даже В камеру Не смотрю Камеру Просто Вот так Вот Держу Что Она Показывает Что-то Показывает Смотрю Глазами Дринг Вот Они Вина Тайские Вина Видите Полный Отстой Говорят Так Сейчас Моя Задача Вот Это Попробовать Свинина Чеснок Ух Ты Какие Видите У них Шикарные Приспособления От Мухта Кружечки Подогревается Автобус Не Уехал Еще Это Что За Дрянь Вообще Непонятно Какие-то Крысы А Говядина Соленая А Вот Это Оказывается Свинина Была Свинина Оказывается Представляете Какая Противная Жирная Какая Он Готовит Сисиски Лонг Сосич Задрипанные Помидоры Хотя У них Тут Все Растет Отличнейшее Это Вот Именно Та Земля Где Воткнул Палку И Все У Тебя Выросло Так Ну что Я Здесь Рыночек Прошла Вот 7-11 Это Наш Магазин Везде Есть Везде Всегда Народ Всегда Очередь И Кондиционеры Вот 7-11 Тут Всегда Очень Холодно И Конечно Кто Смотрит Сейчас У меня Вот Этот Звук Открывающихся Закрывающихся Дверей Знаком Во всех Странах Мира И Тайцы Точно Та же Как Индийцы Если Тут Есть Кондиционер Где-то В доме То Это Считается Ты Богатей И Не Специально Мерзнут Сидят Чтобы Приобщиться К Высшему Обществу Так Мы Попробовали Вот Эту Вкусное Как Маринованное Яблочко Какое-то Кисленькое Вкусное Такая Как Местя У Нас Сейчас Переезд Достаточно Длинный Где-то Порядка 40 Минут Езжаем В ту самую Чистую Зону Приграничного Района Уже Сбивы Начинаются И Сейчас Нужно Будет Буквально Минут 10 Конфета Фруктовая Такой Внешний Вид Конечно Не Очень